Доброго воскресного утра, друзья! Как всегда, дело насобиралось. Каша уже тоже готова. Бучерброды тоже готовы. Друзья, вы мне говорили иногда показывать деревца, которые я опрыскивала от гусениц. Смотрите, я уже сходила в Экчин, кое-что купила. Мы тогда немало денег за этих 5 паспортов отдали. Я не хочу, там некоторые пишут, по 12 часов стоят. Вот эту кучку, где специя, чеснок, я все наверх выливаю. Сколько чего нужно добавить, сколько соли, сколько уксуса. Тут ужас, сколько ее так много. Завтра у нас 30 градусов, 29 передают. Доброго воскресного утра, друзья! Начинаем свой влог с завтрака. Проснулись. Сейчас будем завтракать. Обычный у нас завтрак. Детям нажарила. Тут они любят бекон. И яйца еще пожарила с помидорами. Ну и, конечно же, вкуснейшие немецкие булочки. По воскресеньям это у нас обязательно должно быть. Погода у нас сегодня замечательная. Пока солнечная. Вроде обещают, что дождь будет время от времени. А вчера было тепло, но ветер был ужасный. Видите, листья, все, ветки валяются. Ветер был очень сильный. Мы сняли даже крышу, потому что боялась, что оторвет ее. Вот. Ну, сегодня есть ветер, но не такой прям. Солнечно так хорошо. Птички поют. Лиза с утра балериной наряжается. Доброе утречко, друзья! Я тут детям собралась делать горячие бутерброды. Они там уже проснулись, но еще в комнатах. Сейчас я им тут быстренько приготовлю завтрак. Позавтракаем и начнем дела делать после выходных. Как всегда, дело насобиралось. А здесь у меня еще манная каша варится. Так, сейчас я вилочку надо еще одну взять. Так. Каша уже тоже готова. Бутерброды тоже готовы. Прожариваются. Приготовила я нам завтрак. Себе сделала салат с креветками. Что-то салата так захотелось. И соусом полила. Купила в Lidl соус. Я вообще никогда такие соусы не покупаю. В этот раз купила. Он мне так понравился. Очень вкусный. Сейчас вам покажу. Вот этот соус French Style. Очень вкусный. Мне понравился. Ну, правда, он калорийный. На 100 грамм 293 калории. Ну, с салатом можно. Может, 100 грамм не наливаем на салат, а по чуть-чуть. Вкусный очень. Там еще и другие были какие-то светлые. Ну, не пробовала еще те. Все. Буду звать детей. Сейчас спрошу, кто еще кашу будет. И будем завтракать. Кто звонил в дверь? А что вы звонили? У вас. Вы можете уже тут начинать полоть? У вас. Ун краудцов. О, ветерок все равно холодный такой. Лаванда как пахнет, хорошо. Прыгай. Оп. Осторожно. Так, ну что, друзья. Вышла я сейчас на улицу. Дети где-то. Юля с Лизой где-то надо посмотреть перед домом. Я сейчас хочу прополоть у забора. И перед домом мне надо у гаража там подмести. И где у нас клумбы подмести. Короче, надо прибираться там. Везде беспорядок. Вот, чтобы у нас чисто было. Чтобы мы уехали, как сказать, со спокойной душой. Потому что за две недели, да, оно все снова зарастет. И когда приедем, надо будет заново все здесь полоть, убирать. Юля сейчас придет, Лиза. Опять все в паутине. Она траву нарвет и придет. Да, вот этот. И вот тут надо хорошо подмести. Я траву побрызгала. Она засохла. Теперь надо это все убрать. Лиза? Вон она же стоит. Майк Лизу потерял. Она стоит за деревом. Он ее не видит. Смотрите продолжение в следующей серии. Смотрите продолжение в следующей серии. Друзья, вы мне говорили иногда показывать деревца, которые я опрыскивала от гусениц. Смотрите, они уже разрастаются. Я их тогда же в последний раз еще обстригла, после того, как я их побрызгала. Вот теперь они уже все новыми листочками покрылись. Гусениц пока еще не вижу. Надеюсь, что и не будет их больше. Надо, наверное, скорее всего, каждый год их опрыскивать. Но пока все нормально. Я наблюдаю за ними, время от времени посматриваю. Все хорошо. Никого еще не видела после того раза. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Ну, это я, наверное, скорее всего, если у меня сегодня вечером будет время, то вечером пропалю его. Смотрите, как у нас оливковое дерево разрослось. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok А, у меня еще машинка там постиралась, надо на улицу это все вывешать. И поедем в магазин с детьми. Кое-что нужно еще для отпуска докупить и заехать в грузхандель в магазин. Хотела натертую морковку купить. Я готова, переоделась. Жду только сейчас машинка. Через 8 минут постирается, чтобы сразу все вытащить. Другую машинку поставить и поеду. Но Юля с Лизой не хотят со мной. Я их отвезу к бабушке с дедушкой. Вот. Что я хотела? А, хотела вам показать. Я вам говорила, что хотели купить же болер-вагн складной. Но мы не стали покупать. У Андрея сестры взяли его на прокат. Такой обычный, который складывается. Вот он. Вот такой вот здесь стоит. Это Лиза каталась уже. Не знаю. В общем, на нас пятерых можно брать 150 килограмм. 30 килограмм на человека. Поэтому нужно будет все чемоданы, все взвесить. Сегодня надо достать чемоданы. Уже потихоньку собирать вещи. Чтоб ничего не забыть. Погода там вроде в Калининграде такая же, как и здесь. То холодно, то жарко, то дождь. Поэтому вещи будем брать и теплые. Куртки тоже возьму на всякий случай. Ну, такие летние, да. Ветровки. И детям, и себе. Потому что вдруг, если пойдем вечером где-нибудь на набережной погулять. А там все равно холодно. Ветер будет дуть. Поэтому надо брать все с собой. Ну, как все. Теплые вещи надо тоже, да. Что сегодня вечером начну собирать. Уже чемоданы по чуть-чуть. Заехала я в один магазин. Купила тут конфеты. Вот такие шоколадки. Такой я еще, кстати, еще не пробовала. Вот это обычная клубничная. Это бутермиль стоит с лимоном. Вот морковку взяла для салата. Говорила, что мне нужна будет. И жвачку вот такую дыневую попробовать. Такую еще тоже не пробовала. Все, еду дальше. Я уже сходила в Экчин. Кое-что купила. Сейчас приехала в Цимарман. Мне нужны опилки для свинок. Теперь только не знаю, есть здесь опилки. И сено. Сейчас посмотрю. По-моему, мы с Юлией покупали в постнеберзе. Нашла. Слава богу. Думала, нет. 2,49. Надо все купить. А что-то я даже тележку не взяла. И... А, нет. Я не опилки. Вот это мы берем. Вот это солома лучше. У них потом суши намного. С опилками они быстро загрязняют клетку. Да. Я возьму солому и сено. Чтобы у нас было, когда мы уедем. Все, еду домой. Сейчас приеду. А, еще забрать девчонок надо. Приеду, сделаю салат. И хотела вам ответить по поводу визы. Многие из вас спрашивали, сколько стоит виза. Ну, как я слышала, 50 евро, чтобы открыть визу. Вот. Нам виза не нужна, так как у нас у всех есть русское гражданство. У всех есть загранпаспорта русские. Вот. Мы в том году сделали. У нас у всех и было до этого. Когда началось вот это все, закрыли в том году уже посольство в Гамбурге. Ну, и мы решили сделать новые паспорта. У детей были на 5 лет. И мы им сделали на 10 лет. В общем, мы всем поменяли. Хотя у нас у всех... У меня только истекал в этом году. В феврале, по-моему, сейчас не помню точно. А у Андрея с детьми у них еще до 25-го года они были годные. Но мы решили все равно всем поменять. Сделали сразу на 10 лет. Вот. Делали через фирму. Хотя раньше я все анкеты сама заполняла. Просто ездила в Гамбург и все. А тут нам пришлось делать через фирму. Так как в посольстве мы уже не могли получить запись в Гамбурге. Потому что это было уже перед закрытием. И они, по-моему, не давали уже запись. И нам пришлось делать через фирму одну. И мы тогда немало денег за этих 5 паспортов отдали. Но зато теперь у нас хоть у всех есть. И они годные до 33-го года. Поэтому теперь можно спокойно. Может быть за эти 10 лет что-нибудь изменится. Посмотрим. Но зато теперь у нас у всех на 10 лет паспорта. Лизе мы сделали гражданство, когда ей было 3 месяца. И сразу же паспорт ей сделали. Так что у нас у всех есть. Еще хотела вас поблагодарить. Многие мне писали насчет Калининграда. Насчет границы. Насчет декларации. Спасибо всем огромное, кто откликнулся. Некоторые даже мне писали на электронную почту. В инстаграм. Спасибо вам за это. Декларацию мы заполнили. Распечатали. Но я еще хочу от руки написать. Если вдруг что-то неправильно. Или галочку не поставили. То можно сразу это тут же на месте это все исправить. Короче, не знаю. У нас еще нет опыта. Мы еще ни разу не ездили на машине. Многие из вас тоже писали, что про границу. Сколько там люди стоят. Знакомые. И родственники ваши ездили, едут. И вот информацию нам даете. Спасибо за это огромное. Андрей там нашел группу в телеграме. И мы каждый день смотрим. Там люди пишут, которые подъезжают к границе. Которые пересекают границы. Вот они всю информацию тоже дают. Сколько часов стоят. В общем, что можно провозить, что нельзя. И там есть две границы. И мы, когда мы поедем, мы будем смотреть в реальном времени. Люди же там пишут постоянно. Если на одной границе будет полно, то мы поедем на другую границу. Она там чуть дальше. Но там в основном не нужно так долго ждать. Ну, это, знаете, тоже как попадешь. Иногда и там, и там стоят. Иногда там на одной границе долго стоят. На другой там за полтора часа, за час люди проходят границу. Смотря какое время, какой наплыв. Так что будем смотреть там уже, когда будем подъезжать к границе. И там будем решать, через какую будем проходить. Я не хочу там. Некоторые пишут, по 12 часов стоят. Я не хочу так долго стоять. Тем более с детьми. Что там можно делать в машине? Как их развлекать? Они же не смогут так долго сидеть. Это просто ужас. Ну, конечно, уже потом ничего не изменить. Придется ждать, да, если попадешь в такую ситуацию. Но это, конечно... В том году я слышала, у нас родственник ехал. И они простояли больше 20 часов. Представляете? На границе тоже с детьми. Это просто катастрофа какая-то. Мы уже дома. Забрала девчонок. Приехали. Сейчас сделаю здесь салат. Это на завтра. Завтра у Андрея племянника день рождения. И Галя меня попросила, чтобы я сделала корейскую морковку. Мы так обычно. Она мне делает, когда мы что-то празднуют. Она приносит салат какой-нибудь. Ну, или что-нибудь там из выпечки. И вот так вот меняемся, помогаем друг другу. Добавила уже соль сюда. И сейчас 20 грамм этой приправы. И чеснок еще надо. Не помню, для Лизы я, по-моему, на день рождения делала эту корейскую морковку. Вот с этой приправой. Ну, ничего получился. Такой салат вкусно получается. Тут сразу все стоит на пачке. Сколько чего нужно добавить. Сколько соли, сколько уксуса. Короче, неплохо получается. Все, масло раскалилось. Я теперь вот эту кучку, где специя, чеснок, я все наверх выливаю. Вот что-то масла я чересчур много раскалила. И главное дать этому салату настояться. Я обычно делаю это день до какой-нибудь гулянки. Вот он ночь настоится, потом очень вкусный получается. Все, готов. Такая почти полная была чашка. Тут сейчас осталось половина, меньше половины. Выходи на улицу. У меня тут белье высохло. Надо собрать. И еще машинка там одна постиралась. Как я люблю на улицу сушить белье. Последнее время были дожди. Приходилось дома сушить. Юля тут убирается у свинок. Соломы не было, чтобы убраться. У них такой беспорядок, да, Юль? Ты что меня тут бьешь палочкой? Хочу завтра собрать немного смородины. Можно взять с собой в Галине. Может кто-то из гостей свежую поест. Тут ужас, сколько ее так много. Вон, все полно. Черную еще мы тоже не дособирали. Надо бы тоже пособирать и варенье сварить. Лиза ее хорошо ест, эту черную. Завтра у нас 30 градусов, 29 передают. Будет жара. Один день, а потом снова. Снова. Так, что-то они тут еще немного сырые штаны. Надо еще сегодня все перегладить. У меня глажка накопилась. Все перегладить, убрать. Ау, ау. Лиза, ты что? Завтра пойдешь купаться? Бассейн. Завтра же будет жарко. Можете купаться. Мы тут с Лизой сидим. Я после тренировки пью воду. Только что... Сейчас. Что? Она мне тут что-то про серьги ее говорит. Но они еще не зажили. Она все спрашивает, когда у нее ушки заживут, чтобы серьги другие надеть. Покажи, говорит, мои серьги. Ну, все уже же видели. Я же показывала. Вот они такие. Красивые. Красивые, Лиза. Прибралась уже на кухню. Навела порядок. И сейчас сижу и думаю. Надо же еще бугор... Ой, осторожно. Бугор идти полоть. Ну, что-то теперь неохота. У тебя на улице так хорошо. Прям не жарко и не холодно. Прям хорошая погода. Сейчас, наверное, все-таки пойду прополю. Потому что завтра будет очень жарко. Не хочу завтра. Завтра будем уже чемоданы паковать. Сегодня мы их даже еще и не достали. Ладно, друзья. Сидеть хорошо. Надо идти работать. Пойду я все-таки полоть бугор. На этом сегодня закончу свой влог. Андрей там монтирует, сидит. Сейчас домонтирует его. И мы увидимся с вами в пятницу. И уже точно будем паковать чемоданы. До новых встреч, друзья. Всем пока. Так, Андрей, горячая. Ты что? Привет. А я не могла. Я с часов тебе ответила. По-русски там нету, да. Поэтому написала окей. Ну, я думаю, поймешь. Энди у меня в доме. Я убираюсь перед отпуском. А то приедешь, вообще все. Заросше будет. Что сосед там пилит. Вот. Вот. Что, Майк? Майк тут. Я тогда тоже день за... Продолжение следует.